Человек один не бывает с ним всегда, или этот бес, или ангел всегда, то есть все это есть. Людям говоришь, они на тебя смотрят. Просто в городе люди этого не видят, этого чуда, как их с ним происходит, не видят. Мы друг другу себя, там не надо даже нечистому играть, потому что мы друг другу там себя сжираем. Вот друг другу подножки весело, как у Высоцкого, весело работаем локтями. Вот так оно и есть. А тут человек вот сам вот, хочешь пожить, месяц поживи в лесу, без ничего, без условия. Ну возьми минимум там себе. Есть брошенные пасеки, есть домики, брошенные. Можно быть странником, путником, отшельником, но, опять, на сколько тебе духа хватит. Это будет, надо тогда отсечь от всего, чтобы у тебя обязательств никаких не было. В лес пошел, чтобы хвостов не было ни перед кем. Тогда, если ты бросил семью, там, детей, свои обязанности, обязательства перед другими людьми, родители, то тут уже сам с ума сойдешь. Субтитры создавал DimaTorzok Утром я проснулся от непонятного фырканья за окошком. Открыв глаза, в рассветной темноте с трудом разглядел силуэт лошадиной головы, уткнувшийся мокрым носом в стекло автомобиля. Ощущения от такой встречи, скажу я вам, непередаваемые. Как оказалось, меня окружили десятки, сотни разномастных лошадок, разгуливающих на вольном выпасе. Только теперь стало понятно мне странное делиньканье, под которое я уснул крепким сном вчерашним вечером. Это шли в Мякотиху со стороны березовой рощи через ручей казачьей длинноволосой лошадки, заполонившие всю поляну. Приглядишься, из высокой травы одни головы торчат. Красота неописуемая. С самого утра наблюдал я не только за лошадками. Привлекала своей непредсказуемостью погода. Сначала в верховьях реки выглянуло яркое солнце, словно дворник с метлой, разгоняющая своими лучами ковер из облаков, расстелившиеся у подножия горы, цепляющиеся за макушки деревьев. Затем со стороны горы с чудным названием Артамоновка начали надвигаться тяжелые дождевые облака, предвестники приближающегося ненастья. Дождь и непогода сейчас были крайне нежелательны, ведь от этого зависел не только сегодняшний маршрут передвижения, но и дорога обратно, которая после дождя превращается здесь в размокшую полоску скользкой, труднопроходимой почвы. За завтраком, время от времени поглядывая в сторону Артамоновки, которая словно дымящееся костровище, выкидывающее клубы дыма, посылала в сторону мякотихи все новые и новые порции облаков, принимаю решение все же испытать судьбу и отправиться на поиски места, где уже много лет живет тот самый Александр, дедушка которого, Синицкий Александр Андреевич, когда-то давно выбрал новое для лесозаготовок место, где и образовалось поселение новое мякотиха. Заморосил дождик, то усиливаясь, то ненадолго стихая, будто испытывая мою волю и решимость, мол, вдруг откажусь я от своих планов. Но долгий путь сюда и усиливающееся желание приоткрыть завесу услышанного, но неизведанного, одерживают верх, и никакая погода не в силах сдержать меня в достижении намеченной цели. Неизвестность Моросящий дождь, дозаросшая кустарником и травой, старая дорога вызывали чувство настороженности и тревоги, максимально сконцентрировав все мое внимание на преодолении глубоких промоин, рвов и ручьев, скрывавшихся под высокой травой. Отсутствие лебедки сулило лишь одно. Если машина застрянет или сядет на мосты в глубокой колее, долго мне придется вызволять ее оттуда имеющимися в моем распоряжении инструментами и принадлежностями. До намеченной точки я не доехал. Путь преградило русло ручья с довольно крутым спуском и подъемом. Решаю не испытывать судьбу и не нагружать автомобиль. Ему еще предстоит вернуть нас в цивилизацию. От своей цели, тем не менее, не отказываюсь. И собрав рюкзак, отправляюсь дальше, как говорят, на одиннадцатом маршруте. Путь оказался недолгим, чуть меньше километра. Вскоре вдали показалась крыша таежного домика, а в стороне, на взгорке, деревянный крест, о котором мне рассказывал вчера Александр. «Одолеваемый мириадами комаров и мелкой мошки, спешил я поскорее добраться до укрытия, мысленно надеясь, что подует ветер и разгонит всю эту несметную рать нападающих на мирного странника насекомых». Субтитры создавал DimaTorzok Как бы это ни звучало странно, но подойдя к таежному домику, вмиг забыл я и про надоедливую мошку, комаров, и про искусственное лицо и руки. Место это будто укрыло меня от всех бед и невзгод, мирских мыслей и тревожного состояния. Стало как-то уютно и спокойно, тепло на душе. На лай лохматого сторожа вскоре пришел и хозяин таежной обители – Александр. Худощавое, улыбающееся лицо и легкая, уверенная походка сразу расположили меня к этому замечательному человеку. В кадр Александр предпочел не попадать, но с удовольствием согласился пообщаться со мной, поведав очень много интересного и ценного. Рассказал он мне и о своей жизни, взаимоотношениях с людьми, и о жизни его родителей, бабушек и дедушек. Об этом таежном домике, но самое главное – о тех ценностях и благах, которые с каждым годом теряет человек, разменивая жизненный опыт и мудрость наших предков на искушения, что нас окружают. Искушения везде идут, со всех сторон. Дело не в том, что не есть, а дело в том, как мы все это воспримем, как мы поведем. Мне человек говорит, я живу в семье, я ни телевизор, ни телефоны не признаю, я скажу, все такое полностью. Я говорю, ну тогда не признавай стиральную машинку. Вот тебе дали компьютер, да. Да соблазн это дикий, машина, вот это интернет, дикий соблазн, да, вообще, даже для себя. Но дело в том, что как ты им пользуешься? Для чего, да? Соблазн и искушение испытывают нас на прочность каждый день, каждую минуту. И чем быстрее развивается общество, технологии, чем быстрее повышается уровень жизни, тем больше соблазнов и искушений встречается на нашем пути. Как устоять и не попробовать запретный плод, будь то пагубная привычка или новая модель поведения в обществе. Да даже наши мысли, от которых не укрыться нигде на этой земле, способны сбить человека с пути. Сегодняшняя жизнь устроена по принципу «после меня хоть потоп». Иными словами, поколение новое, современное, живет одним днем, сегодняшним, порой ошибочно интерпретируя выражение, ставшее весьма популярным в наши дни. О старом не надо думать. Потому что если ты сожалеешь про старый, то значит, плюешь на вот этот сегодняшний момент. У него бы не было этого момента. Надо вспоминать то, что, ну, что, как бы, что это было, вот, как бы учиться на что, ну, чтобы не ностальгически, так вот, романтически, что вот в этом, цени то, что имеешь. Вот. Живи вот сегодняшним днем. Не так, как некоторые сказали. Вот сказали, живи сегодняшним днем, и все. Но живи вот именно реальностью, а не так, что я сегодня проживу, а там что будет-то будет. Жить сегодняшним днем, в правильном понимании этого выражения, Александра научила жизнь в лесу, вдали от дома, когда рассчитывать приходится только на себя, свои силы и небесного покровителя, который всегда находится рядом. Не раз оберегал он и Александра от беды, от непогоды, от гибели и от дикого зверя, который, к слову, с уходом человека из этих мест стал чувствовать себя вольно и не бояться наведываться в эти края без приглашения. В очередной свой визит, незадолго до приезда хозяина домика, навел здесь шорох у косолапы, разломав последние несколько ульев с пчелами. Такие визиты в последнее время стали крайне частыми. Выламывал медведь и окно в домике, словно дань за жизнь в лесу забирал ульи. Не помог даже металлический вагончик, в котором одно время Александр пытался укрыть ульи от хитрого грабителя. Разворотил сладкоежкой металлическую конструкцию, оставив на памяти в знак предупреждения отметки о своем росте, силе и могуществе. Одним словом, нагадил и удалился во своясе как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Свою тягу к жизни в лесу, а это без малого 40 лет, Александр связывает со своим дедом по матери, Синицким Александром Андреевичем, тем самым, который стоял у истоков образования новой мякотихи. Тот первый толчок, который превратился в мечту, а позднее стал смыслом и образом жизни, заложил в Александра именно его дедушка, своим примером показывая долгий путь в сегодняшний день. В этом месте именно я уже давно, уже 34 года, в июне месяце было 34 года, я сюда перехал с Читопольки, там два года жил, вот у Чичуриных, как раз у Александра Ефремовича, у отца его, Ефрема Аксенофонтовича. В принципе, это уже мой второй дом. Я даже вот одну знакомую свою давнейшнюю, еще до армейскую в интернете вспомнил, как-то было такое, что я фотографию выставлял, и она увидела, и говорит, ну, Саша, твоя мечта исполнилась здесь. А я не помню этого. А она помнит, говорит, что я, наверное, что он хотел бы в лес, и такое. Надо же помнить. И действительно. Мне тянуло. Это, наверное, в крови, потому что мой дед по матери, Синицкий Александр Андреевич, он по жизни лесовод. Он сам из дворян царских, польских офицеров, царской армии всусланы, как читав эта семья, и он там закончил школу лесной. А это считается, что наша академия, в то время там профессора были. И он все эти лесхозы по области, по нашей, прошел. По стопам своего деда пошел и Александр, большую часть своей жизни посвятив работе в лесхозе. Со временем обзавелся домиком в лесу, который силами лесников и его отца сохранили и привели в порядок. С тех пор детская мечта стала воплощаться в реальность, а жизнь в лесу превратилась в отдушину, которой так и не хватает долгими холодными зимами. Первую зиму этого года я здесь не жил. Видите, я когда был в лесхозе, ну, как бы руководителем, я брал все время отпуск на зиму, два месяца мне, вот, 60 лет. Ну, конечно, я не просто, там связь была, я руководил маленько, и охотился у меня был производ, промышленный участок тот свой. Ну, и так пришел. Тяжело, конечно, на лыжах тяжело, тем более чистопольку сейчас уже никого нету. Там некоторые домики уже сожгли, даже которых я ночевал, там дрова готовы, пищу вот нынче взяли, летом сожгли. Зачем? Родители какие-то. Эту зиму мне не получилось, так вот совпало. И, скорее всего, я понял, что это не случайно, потому что такие события произошли, что если бы я здесь был, я бы смог там участвовать, те, которые, семейные внутри. И я в эту зиму не жил, пришел только в марте месяце сюда. Снег скидывать, это все полностью. Потом кое-как выбрался тоже отсюда, значит, слава богу, перешейчик мне, господи, так, чтобы я мог перескочить, не бултыхаться. Это точно, я прошел, и он рухнул. Случайностей не бывает. Сегодня Александр с улыбкой вспоминает о тех значимых событиях, которые произошли в его жизни. Все это время чувствовал он, что кто-то оберегал его. Все эти чудеса и необъяснимые явления материализовались его руками в виде деревянного креста, установленного неподалеку от таежного домика. Это место, как и сама, не побоюсь этого слова, обитель, будто излучает необъяснимую, но вполне ощутимую всем телом и духом силу, энергию и доброту. Здесь чувствуешь себя в безопасности, с ног до головы пронизывает чувство умиротворения и блаженства, не подвластное законам логики и шаблонного мышления. Многое в этом фильме осталось за кадром, недосказанным и нераскрытым, про беглецов и поселения, про таежных отшельников, которых в обычной жизни называют не иначе, как отребьем, неугодным обществу, но которые отдадут тебе последний кусок хлеба, чтобы выжил ты. Про чудеса и необъяснимые явления, про Александра, хозяина таежной обители, встреча с которым в моей жизни стала не случайностью. Случайностей не бывает. С большим сожалению покидал я эти места. Места, куда много лет назад от произвола царских властей бежали люди, старообрядцы, ссыльные поляки, солдаты, крестьяне и горнозаводские рабочие. Кто-то бежал в поисках лучшей жизни, кто-то, чтобы сохранить свою веру, иные, чтобы сохранить свою жизнь. С тех пор мало что изменилось. Дух тех людей, поколений, по-прежнему обитает в этих отдаленных и сказочно красивых местах. Он никуда не делся, он всегда здесь, и я это ощутил каждой клеточкой своего тела. Знакомство же с Мякотихой, Чистополькой и теми удивительными людьми, что встретились на моем пути, дало ответы на те многие вопросы, что долгое время оставались в моей голове и тяжелым грузом мыслей сопровождали повсюду. Убежать и скрыться можно от многого. От дикого зверя, от врага, от произвола власти и наказания. От одного невозможно убежать и скрыться нигде и ни при каких обстоятельствах. Это ты сам. Единственный способ обрести покой и избежать наказания, жить в мире и согласии. Сегодня. Ведь прошлое не изменить, а каким будет будущее, решаем мы сами. Но за каждое слово, действие или бездействие, придется отвечать. Рано или поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова